Всем привет, ребята! Меня зовут Богатей Шиди, и я надеюсь, что ты сейчас в безопасности. Недавно я наткнулся на интересную информацию о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с представителями стран блока БРИКС, в которые входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Интересно, что же они там такое обсуждали? Сегодня стало известно, что президент Венесуэлы объявил о том, что страны БРИКС строят новую финансовую бездолларовую систему. Эта новая система будет доступна для всех стран мира, которые пожелают ее использовать. При этом она не будет использоваться как инструмент давления на экономике стран с целями ослабить ту или иную страну или вообще сменить правительство в неугодном режиме. Кстати, существующая долларовая система и SWIFT для этого используются только так. Самый яркий пример последних лет – это Россия, которая обогнала по количеству санкций даже Иран. Президент Венесуэлы при этом сказал, что его страна уже восстановилась после отключения от SWIFT и больше возвращаться к нему не планирует. Оно и понятно. Вполне ожидаемые последствия действий Соединенных Штатов. Они используют доллар и SWIFT как оружие, и поэтому, когда ты используешь доллар или SWIFT, ты уязвим. Россия и Китай уже давно ищут альтернативу, и, как мы видим, некоторые страны уже готовы ее поддержать. Я уверен, что тот же Иран тоже присоединится, ведь он настрадался от американских санкций. И поэтому он не хочет зависеть от коллективного Запада. Не хочет быть уязвимым. Кроме этого, систему нефтедоллара, что установилась десятки лет назад, кажется, тоже ожидает удар. Кроме газа, любой экспорт из России скоро может быть рассчитан только лишь рублями. Так Россия заявила, что в скором времени все энергоресурсы и товары могут быть рассчитаны только в рублях. За газ они уже требуют рубли, если хочешь газ, то покупай рубль. Кстати, немцы уже через какие-то там хитрые схемы покупают. Очень недурная идея на самом деле, лежащая на поверхности. Рубль подкрепляется газом и спросом на него. Кроме этого, в скором времени такие товары, как удобрения, зерно, масло, каменный уголь, металлы, сырая нефть и древесина тоже будут экспортироваться за рубли. Это еще не окончательное заявление, но это то, чего следовало ожидать от России. Зачем ей доллар, если это уже не валюта, а оружие? И, кстати, зерновые союзы в России уже заявили о своем желании устанавливать цены на экспорт в рублях, поэтому направление движения понятно и очевидно. Кстати говоря, по экспорту удобрения и зерна Россия тоже занимает лидирующие позиции. А значит, тем странам, которым она их поставляет, это европейские страны, страны Южной Америки и так далее, понадобятся рубли. И кажется, это очень хорошо влияет на позиции самого рубля, ведь его курс по отношению к доллару практически вернулся на довоенные отметки и, видимо, в дальнейшем будет укрепляться еще больше за счет спроса. Доллар, в свою очередь, понятное дело, ослабевает. И вот теперь я хочу перейти к самому главному, почему эта российская авантюра может сильно повлиять на рост биткоина. Очень сильно. В прошлые разы, когда происходило такое ослабевание доллара, биткоин рос на 2400% и 1300% соответственно. Сейчас объясню, что может нас ожидать в будущем. Это индекс доллара. И, как мы видим, за последние 7 лет сформировалась огромная зона сопротивления, которую я обозначил вот этим прямоугольником. При достижении этой зоны индекс доллара практически всегда корректировался, как мы видим. Он никак не может преодолеть этот диапазон сопротивления. Лишь дважды мы увидели вот эти пробития, которые в итоге оказались лживыми. И сейчас мы находимся как раз в этой зоне, вот здесь. Прямо в диапазоне сопротивления, который длится 7 лет. Поэтому можно предположить, что мы увидим нечто подобное и на этот раз. Возможно, про торговку внутри этого диапазона, какой-то фейковый прорыв вверх и потом неизбежное падение, как вот здесь и вот здесь. Учитывая геополитическую обстановку, эта неизбежность становится еще более неизбежной, если можно так выразиться. Что случилось во время вот этих двух масштабных падений индекса доллара с биткоином? Я специально нашел эти временные периоды, когда индекс доллара очень сильно корректировался. Что было с биткоином в это время? В первый раз он вырос на 2400%, с 800 долларов приблизительно до 20000 долларов. Во второй раз он вырос на 1300%, с 4600 долларов приблизительно до 64000 долларов. Безумный рост он показывал в эти моменты. И кажется, мы находимся на пороге такого же безумного роста в третий раз. Конечно, я сомневаюсь, что он вырастет на 2400%, ведь это приведет его цену к миллиону долларов, даже больше. Миллион 200 тысяч, безумие. И даже если он 1300% даст, это будет 680 тысяч долларов. Конечно, сейчас я очень сомневаюсь, что биткоин может дать 1300%, тем более 2400. Но рост точно будет, и он будет достаточно масштабный. Хотя я уже ничему не удивлюсь в этой жизни, даже биткоину за миллион 200 тысяч буквально в этом году. «Кажется, я уже увидел все. Я даже увидел Вторую мировую войну воочию». Что еще может произойти, блин? Нашествие инопланетян? Многое будет зависеть от публикации протоколов Федерального комитета по открытым рынкам США 6 апреля 2022 года, то есть через 4 дня. Почему это важно? Потому что по отчетам из этих протоколов инвесторы смогут судить, насколько агрессивными будут следующие действия ФРС США касаемо ставок и сокращению их баланса. А сокращать, видимо, придется, потому что ослабевающий доллар приведет к такой некислой инфляции. Объясняю почему. Доллар существенно укреплялся за последние месяцы благодаря сигналам ФРС США о повышении ставок и роста доходности гособлигаций США. Но при этом укрепление доллара оказало незначительное влияние на цены разного сырья, например, нефть, металлы и так далее. Значит, логично, что ослабевание доллара сейчас еще больше усугубит инфляционную проблему. В общем, 6 апреля увидим решение ФРС США по этим проблемам, и тогда станет ясно, чего ожидать от доллара и, соответственно, биткоина. Если доллар продолжит терять силу, биткоин будет расти. Меня зовут Богатейший Ди, обычно я здесь говорю совершенно другие вещи, но сегодня я скажу тебе, береги себя и своих близких в это непростое время. Скоро все закончится, и мы заживем привычной жизнью. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok